Детки, меня зовут Надежда Анатольевна Селена. Я Селена Пиновникова. Что это значит? То есть те люди, которые вышли на пенсию, им уже больше 50 или 55 лет, и они привыкли жить активно в этой жизни, заниматься какой-то общественной работой. Они без этого не могут сидеть дома, лежать на диване, смотреть телевизор. Они ищут тебе дело, то, которое будет им интересно, не только им. И кто хочет делать добро, дорогие люди, вот эти люди будут волонтеры. Вот я этим не занимаюсь. У меня уже больше 60 лет, но, тем не менее, я бабушка, у меня 6 внуков. Я думаю, что ваши бабушки тоже умеют делать то, что я сегодня вам буду показывать. А показывать я вам буду, как нужно делать пирожки, как надо работать с тестом, какие формы булочек можно сделать своими руками. И вы сможете потом помогать бабушке или маме. А когда вырастите, значит, будете иногда уже вспомнить те мои уроки. Я всю жизнь отработала в общественном питании. Что это такое? Это столовая, кафе, ресторан. Вот все это сеть общественного питания. И у меня даже был такой опыт, когда я работала в школьной столовой, была там заведующей, кормила дедов. Всех учащихся, школьников. И это было очень много народу. Две тысячи человек кормили в школьной столовой, в студенческих столовой. Вот такой у меня был бизнес. И столовая гимназии номер один города Братска была признана лучшим в городе Братске, а потом уже и в Иркутской области. Вот такая вот интересная история была. Ну а сейчас мы с вами будем знакомиться с тестом. Во-первых, тесто это живое существо. Почему? Как вы думаете? Почему оно живое считается? Потому что нет всего голова. Потому что оно дышит, оно поднимается. То есть когда оно набирает кислород, оно же берет из себя кислород и поднимается. И за счет этого у нас получаются пышные пирожки и пышные булочки. Потому что дрожжи там взаимодействуют у нас с воздухом. И получается тесто. Оно еще пока немножко холодное, потому что оно лежало в морозилке. Вот, иначе я бы не смогла его привезти. Вот, значит, мы будем с ним работать. Оно очень любит, во-первых, тепло. Тепло рук, чистые руки должны быть обязательно, когда мы работаем с тестом. И оно очень чувствует ваше настроение. Если вы заболели или у вас нет желания с ним заниматься, лучше этого не делать. Потому что в итоге у вас не получится ни пирожок, ни булочка. Вот такое, да, немножко капризное. Итак, у меня в руках, кто знает, что это такое? Типа ножа. Есть еще какие-то предполагания? Нравно. Торцевые. Нет. Вот это называется кондитерский скребок. Еще иногда мы его называем шпатик, кондитерский шпатик. Может быть, видели стены воробьевых, но только он немножко другой формы. Им удобно работать, потому что и не порежешься. Не сам. И тесту очень приятно. Поэтому мы берем тесто и отрезаем на такие вот жгутики. Сейчас мы сделаем из теста, сделаем колобки. Их обязательно сформируем в шарики. И будем, сделаем такие заготовочки. Вот. Мы нарезаем тесто на колобочки. Вот. Сейчас мы их будем грузить. Это у нас будут такие заготовки. Как делается шарик? Вот у нас колобок, нужно сделать его шариком. Вот он. Видите как? Казалось бы, да? Кто хочет попробовать? Все? Ну хорошо, на, попробуй. Только потом не забывайте руки вытирать. Хорошо? На, пробуй. Нет. Вот смотрите в чем дело. У нас должна быть ровная поверхность. А для этого мы как бы его, вот все, подминаем туда. Вот этими пальчиками. Все. Для того, чтобы у нас выровнялось вверх. А все спряталось вот сюда. Не надо его мять. Его нужно очень нежно, аккуратно. Вот просто крутим. Вот неправильно. Вот. Смотри. Видишь, как кисть? Вот он. И вот он ходит там. Он ходит, а мы пальчиками погибаем. Только первое ощущение того, что это легко. На самом деле этому надо научиться. Вот мы сейчас сделаем эти колобочки. Почему они нам нужны будут? Вы потом увидите. Я их наделаю, чтобы тесто отдыхало. Каждый раз, после того, как вы поработали с тестом, что-то с ним поделали, нужно обязательно ему дать отдохнуть. Потому что вы его помяли. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Он как бы старается ровно, чтобы они были по весу. Так. Сейчас мы все тесто разделаем. И идем дальше. Значит, какие виды существуют защипов? Пока я буду подкатывать, вы посмотрите, какие пирожки бывают. Формы. И передавайте дальше. Хорошо? Посмотрели? И передавайте. Итак, первый. Самый простой пирожок. Это, сейчас скажу, печенью, по-моему, он там подписан. Видите, да? На втором, во втором ряду. Пирожки. Вот. Вот это называется самый простой защип. Классический. Но всегда мы сначала тесто будем считать, что оно у нас полежало. Отдохнуло. Мы его так немножко накроем. Его надо всегда накрывать. Большой, очень маленький. Пусть тут. Пусть согревается. Мы, естественно, раскатываем. Показываю простой защип. Потом можно будет по очереди. Ну, так что, один человек подойдет, поделает. Будем считать, что это у нас начинка. Это у нас начинка. Мы побольше можем. Вот мы ее положили. И защипываем. Вот. Со всех сторон. Вот мы защипали. Еще раз прошли для того, чтобы у нас ничего не потерялось. Вот он пирожок. Да? Вот. Мы его переворачиваем и придавливаем. Но обязательно такие пирожки будут накалываться вилочкой. У меня ножик, я буду ножиком. Для чего это делается? Для того, чтобы когда тесто будет подниматься, оно же должно на расточке постоять, чтобы воздух из него вышел и во время выпекания он не был всякими разными такими пузырями, а был вот такой ровненький пирожок. Дальше. Дальше это один вид защипа. Теперь мы делаем другой. Я могу пока на этом показать. Проткнуты. Второй защип будет такой. Найдите пирожок с капустой. На вареники. На вареники похож. Правильно. А еще на что? Вот у нас тесто мы раскатали. Снова защипываем. Все так же, как классический. Ничего вроде, казалось бы, не меняется. Мы его зафиксировали, этот защип. А теперь мы сделаем, сделаем вот полумесяц. Положили его полумесяцем. И теперь вот как вареники мы защипываем, мы вот такой жгутик делаем. Для чего делаются разные защипы? Для того, чтобы, если вы делаете пирожки с разными начинками, чтобы вы отличали. Вот эти пирожки у нас с такой начинкой, а эти с другой. Чтобы их было видно, когда они выпекутся. Тесто немножечко, конечно. Я сейчас еще раз пройду по нему. Вот он идет защип. Мы его как бы подгибаем и хорошо прижимаем. И потом, почему с капустой? Капуста бывает жирная. И если мы не сделаем закрепительный вот такой жгут, она может лопнуть. Вот, потом вы увидите. Я вам покажу на деле, как это выглядит. Вот. То есть, должен быть не слабый. Следующий пирожок. Вот я не помню, он там есть или нет. Ну, я покажу. Так, пирожок будет, он у нас назывался с картошкой. Мы делали его другой формы. Патрушка с картошкой. Нет. Там был просто пирожок с картошкой. Я кладу начинку. Соединяю. И делаю прямоугольник. Вот этот уголочек вложу сюда. Защипываю. Вот такой, как конвертик. И здесь снова, опять сюда. И у нас получается вот такой конверт. Форма конверта. Понятно, да? Это у нас изнаночная сторона. Мы снова переворачиваем. Подбираем уголочки. Поддавливаем. Придавливаем. Придаем форму. Вот у нас получилось прямоугольным формам. Это пирожок будет, допустим, с картошкой. Так, еще одну форму пирожков покажу. Это с луком и яйцом. Посмотрите, какая должна быть. Вот. Вот у нас начинка. Так. И делаем, смотрите, к середине. Раз. Треугольничек такой. Два. И еще раз. Вот такой треугольник мы сначала прошлись, сделали, проверили. А теперь мы должны его оформить, потому что он откроется при выпечке. Когда шов сверху, он будет обязательно открываться. Почему мы его и закрепляем. Мы снова так же, как с капустой, делаем вот такие вот защиты жгутика. И обязательно здесь, так как мы здесь не можем прокалывать вилочкой, мы оставляем это отверстие для того, чтобы варил воздух. А еще с луком и яйцом, когда делаем, когда он выпечется, вот в это отверстие можно маслице растопленное, сливочное положить. И будет очень вкусно. По такому же принципу делается, если там есть пирог с дружбой или растягаем. Растягаем. Они делаются. Они обычно идут больше размером, чем пирожки. Вот. Тесто больше идет на него, и начинки идет больше. Вообще растягает русское народное пирог такое. Другие националисты, я не знаю, чтобы они были. Так, начинки много, поэтому будем и так ложить. И особенность его заключается в том, что их делают либо с рыбой, либо с мясом. И они больше, чем пирожки. Защип идет такой же, вот, как и шел, допустим, ну, классический. Но оставляется здесь обязательно отверстие, которое потом можно также масло или соус какой-то подливать. И вот здесь защип идет, вот этот жгутик, идет до этого отверстия. То есть, такие растягая, они подаются с чем-нибудь. Вот здесь остается отверстие. Вот таким образом он выпекает. Теперь мы делаем так он выглядит. Я могу пока на это. Это будет растягать. Так, по пирожкам, примерно такой же, как растягает. А вот растягай свои байда. Так, вот они здесь. Все, по пирожкам. Так, теперь покажу вам булочки. Я пока вот это тесто, пусть оно полежит у нас, отдохнет. Вдруг оно нам понадобится потом еще для чего. Я его уберу. А сейчас мы поработаем вот с этими шариками, которые у нас уже полежали. Так, булочки. Самое простое, это когда мы делаем жгут. Ну, просто вот берем и раскатываем. Из этого жгута можно сделать несколько видов булочек. Форм булочек. Вот просто раскатали. Конечно, делать надо все на деревянном. Не хочет он кататься. Можно я закреплю доску, чтобы она у нас не ездила. Всегда, когда вы дома делаете, что-то режете на доске. И повара все так делают. Обязательно кладется полотенце или тряпочка. Для того, чтобы доска не ездила по столу. Вот это вам, как бы, такой совет. Теперь смотрите, что можно сделать из этого жгута. Будет их несколько. Немножечко растянем. На что похоже? Если мы сюда, вот сюда ставим. На какую морду изюминки, например? Зайчик. Будет зайчик. Просто здесь его, можно побольше было его сделать. Вот такой зайчик будет. Вот он, видите? Вот здесь вот глазки мы сюда вставим, из изюма ставим. Здесь можно ушки, можно ушки, допустим, чем-нибудь придавить. Вот здесь вот сделать, чтобы они сдавленные были. И будет зайчик у нас. А еще, еще можно сделать чуть-чуть побольше надо. Так, сейчас вспоминаю. Так, забыла. Забыла, точно. Да, вот. Вот это будет мусточка у нас. Вот. Вот здесь, допустим, будут у нас вот такой хвостик. Вот. На что похоже? Вообще называется булочка-ласточка. Конечно, вот так может быть и плохо видно. Это вот у нее, это у нее здесь клювик должен быть. Сюда маленькие горошинки вставляются, чтобы глазки были. А здесь хвостик. Хвостик можно придавить, а можно, можно надрезать, если вы хотите, к примеру. Да? Вот, вот такую птичку можно сделать. Дальше из жгутика еще один жгутик сделаем. Из жгутика можно, но это будут простые булочки. Понимаете? То есть у них нет начинки. Они просто вот имеют форму и все. Обычная простая булочка, которую можно потом с маслом, с воением, всем угодно к чаю сделать, поесть. Так, теперь. Смотрите, сколько можно видов накрутить из жгутика. Вот так вот сложили. Вот это будет одна форма булочки. Да? Вот такой вот, как линдик. Да? Вот он. Дальше. Вот взяли, завернули в обратную сторону. У вас получился такой клиндель. А если мы к нему еще сделаем вот такие штучки, сейчас, вот, надрезики вот такие сделаем с обеих сторон. Раз, так вот, раз, два, три, еще чуть-чуть, еще четыре. Вот. Уже будет чуть ли не на дракона похож. Да? Вот. То есть вариаций может быть много. Можно сахаром посыпать перед тем, как выпекать будете. Можно крошкой посыпать. У вас будет меняться постоянно форма булочки. Теперь есть просто вот такую булочку выпекаем, смазали и посыпали крошкой. Даже не посыпали крошкой. Вот такая вот есть крошка, которая готовится. Она называется штрензель. Вы его не выговорите. Но используется для начинки как внутрь, так и сверху посыпается. И может использоваться для пирогов больших, когда нужно сверху крошкой посыпать, чтобы повидло не вытекало в варенье. Вот. А булочка дорожная, вот в нашем детстве были такие. Когда здесь смазано, опускаем яичную смесь, а потом сюда. И у нас он приликнет, эта крошка. И когда выпечется, она будет прям такая сахарная сверху. Очень красиво будет и вкусно, кстати. Сегодня вы увидите одну булочку, которая сделана с этой крошкой. А крошка делается просто. Мука, сахар и масса сливочная перетирается в крошечку. До того состояния, чтобы она была вот такая распочтательная. Вот просто-напросто. Вот такая крошка. Так, теперь по булочкам. Булочка выборская. Может быть, кто-то слышал. Ее существует несколько видов формы. Классическая – это полумесяц. Вот у меня плохо нет фотографий этих. Ну, где-то она потерялась. Фотография с булочками. Мы раскатываем в такой круг. Кладем сюда варенье или джем какой-то. Сворачиваем полумесяцем. Да? И делаем надрезы. Вот это называется булочка выборская. И когда вы ее кладете на противень, можно ее вот так раздвинуть побольше. Можно вот так оставить. Это уже будет гребешок вот такой. Вот это булочка выборская. Можно ее добавить тем, что мы сделаем пальчиком вот здесь, сделаем такие нажатия. Вот. Она уже будет по-другому у нас смотреться. Вот так уже будет брошкой смотреться. А потом, когда еще поставим, будем перед тем, как ставить, выпекать, еще здесь вот посыпем вот этой крошкой. Она вообще будет еще красивее смотреться. Понимаете? Но выборскую можно сделать и по-другому. Мы берем, снова так же раскатываем тесто. Вот. У вас сейчас будет возможность подойти и со мной, ну, кто-то, допустим, кто у вас желающий будет, можно будет одному. Девочке. Кто-нибудь там сделает, вот, подойдет и вот здесь себе раскатает. Значит, что ты можешь поделать? Сейчас я покажу тебе другие способы. Ну, вот это понятно. Вроде не сложно. Вот. Выборская делается еще несколько вариантов. Просто вот то, что я буду показывать, здесь надо больше раскатать, как можно тоньше и побольше круг. Вот у нас круг получился. Мы сюда кладем варенье. Клиджи. Складываем вдвойне. Давай я тебе побольше раскатаю. На, это тебе будет. На себе раскатай побольше. Складываем вдвойне. Ну, будем считать, что... Давай я тебе положу побудто варенье. Вот, его тут немножко будет совсем. Потому что много не положишь, оно все вытечет. Сейчас я раскатаю. Так. Вот я тоже себе положу сейчас варенье. Будем так считать. Вот я его положила. Так, сложили вдвойне. Подровняли. Чтобы огромное было. Подровняли. У тебя, у тебя вот он должен быть полукруга. Вот. А теперь смотри. Один вариант. Складываем друг на друга. Но не до конца. Чуть-чуть-чуть оставляем. Вот. Смотри, вот такой. Да. И потом мы делаем так же, как эти надрезы. Вот. Делаем надрезы. У нас будет вот такой, как колокольчик. Вот такой вот. Да. Давай. Пробуй. Ножом умеешь работать? Вот так? Да. Вот. Ну, три или четыре. Все, дальше не надо уже. У тебя уже здесь пошло. И дальше можно его сделать. Смотрите. Ну, ты будешь на то делать, Лада. Вот. Здесь опять можно так же вот опять пальчиками. Три сделай. Вот. У вас получится вот так. И когда вы его будете перед тем, как садить в духовку, смажете и посыпите вот сюда крошку, у вас будет как брошка. Вот такой вот. Так сделала. Видишь, как хорошо. Все. У тебя получилось. А теперь... Можно? Да. Можешь другому передать? Другому передай фарточек. Ну, так по порядку. Я сейчас расскажаю еще. Ну, и, конечно, надо будет, чтобы из мальчиков тоже кто-нибудь потом попробовала. Все попробовали. Ну, все. Все, ну, все, мальчики и девочки. Да, да, да. Вот. Еще один. Вот такой же способ, только чуть-чуть наоборот называется. Так, кто сюда идет у меня? Видите, что мы будем делать? Мы сейчас чуть-чуть поменяем форму, но результат будет другой. Вот. Тоже так же. Кладу сюда начинку, сворачиваю вместе. А теперь смотрите, что я делаю. Я беру вот эти два конца и соединяю их вот сюда. В другую руку. Нет. Вот так. Вот так. Вот так. Вот и вот так. Вот. Вот так мы их соединим. И переворачиваем. У нас получился колокольчик. Понимаешь? Вот. Мы у колокольчика снова делаем надрезики. Так. Надрезы делаем на доске. Пожалуйста. Опять так же делаем пальчиками. И у нас уже можно делать, можно не делать. У нас уже другой. То осьминожек, то крабик, то ли еще кто-то. Вот. Отличается же от этого. Правильно? Вот. Это вот у нас выборская. Все. Тоже можно вот так же пальчиками. Да. Но вот видишь, я уже... Кто получился? Уже сменожек какой-то получился. Все. Хорошо. Парк 4. Давай другому. Ушку покажу. И плюшку. Сколько у нас времени уже? Скажите, Ваня. Время 11-17. Угу. Хорошо. Вы устали? Если устали, мы сейчас зарядку будем делать тогда. Нет. Тебе, наверное, дам поменьше кусочек. Тебе возьмем побольше. Теперь мы берем начинку. Вот. Так. Начинки тебе надо побольше на это. Просто сделай так. Не надо. Наоборот, ее сделай, чтобы она была как бы кругленькая такая начиночка у нас. Вот. Теперь смотрите, что мы будем делать. Розочка делается. Иногда мы делаем такие пирожки. Так. Вот так вот. Сделаю три. Хотя можно было и четыре. Вот. Которые мы кладем в середину начинку. И потом сворачиваем. Раз. Два. И три. Ну, уже последние мы туда, под булочку. У нас получится вот такая вот розочка. Можно четыре сделать для пирожка. Вот. Вот такая розочка. Так. Теперь я тебе даю дворку. Делаешь. Вот для чего математика нужна? Для того, чтобы уметь разделить. На два, на три, на четыре. Вот тебе нужно, если тебе удобно разделить на четыре, дели на четыре. На четыре как делится? Ну, как делится? Сначала на два, потом еще раз на два. Правильно? Ну, вот. Не бойся. Дорезай до конца. Вот. Теперь с этой стороны, смотри. Вот пополам. Ну, ладно. Да, поворачивай розочку. Все нормально. Вот. Все. Вот здесь. Дениска. Все. Теперь формируем розочку. Вот. Только побольше вот так вот так. Натягивай. Вот. Так. Давай дальше. Вот. Ну, у тебя своеобразная розочка получится. Но это не важно. Главное, что она получится. Вот. Последние вот эти, чтобы они у нас никуда не отъехали, мы должны их вот сюда подтянуть. Иначе они потом у нас при выпечке так... Час! Кирыша берется. Замится. Такое слово есть. Вот. Смотри, какая замечательная розочка у них получилась. Смотри, красная. Правда? Вот. Вот такие вот. Так. Возьми свою розочку. Да, красивенькая розочка получилась. Так. Теперь. Сейчас я вот это тесто все уберу, чтобы оно отдыхало. Вдруг оно еще понадобится нам. Пусть оно отдыхает. А розочки пусть постоят. Порадует нашу вас. Так. Сейчас мы тут сделаем. Все знаете плюшку? Да. А знаете, как оно делается? Нет. А? Нет. Не знаете? Вот я вам сейчас покажу, как делается плюшка. 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 Как будто приятно так было работать. Он как будто отвечает тебе тем, что ты ему даешь, да? Свое тепло. И оно тебе этим же отвечает. И получаешь большое заводство это за вашу. Так. Теперь мы делаем плюшку. Ну, сделаем маленького колобка. Я сейчас тебе раскатаю. И тебе дам. Хотя ты можешь попробовать сам раскатать. Хочешь? Давай. Единственное, что будет неудобно, может быть, это раскатывать на этом месте. Пробуй. Пробуй. А там посмотрим. Удобно будет? Нет? Или доску дай. Вот. Раскатываем. Продольную, не круглую форму делаем. Овальную. Вы уже знаете, что такое овальную? Когда мы в одну сторону только раскатываем. Вот. У меня овал получился. Все. Вот теперь смотри. У тебя вот здесь вот тонко, а вот здесь толсто. То есть неравномерно ты раскатал. Вот у тебя толско. Сейчас я тебя подправлю. Вот. Значит. Ну, как делается плюшка? Ее тоже есть несколько видов. Но московская плюшка делается именно так, как я сейчас буду показывать. Она имеет определенную форму. Размеры ее могут быть большими. Маленькая и большая. В моем детстве они были очень большие. Такие болки, плюшки. И мы с таким удовольствием всегда в магазине покупали. Такая вкусная. До дома не доносишь ее. Однозначно. Вот смотрите, значит, здесь у нас тесто приготовлено, заготовочка. Мы смазываем растительным маслом или сливочным маслом. Сливочным вкусом растопленным. Смазали. Посыпали сахар отсюда. Да? Вот. Я сделаю вот так. Чтобы было видно у нас свои. Тебе тоже так сделала. Вот. И мы сворачиваем рулетиком. Вот так берем. На тебе доску. Тебе будет удобнее на стене. Вот. А я буду так. Потому что я-то могу. Вот. Как будто это сахар посыпанный. Сворачиваем рулетом. Вытягиваем вот эти кончики. Сюда. Так. Вот свернул. И сразу закрепить надо. Вот. И как пирожок мы вот здесь защипнули. Защипываем. Вот. Теперь мы его переворачиваем. Вот у нас рулетик. Такой длинненький. Длинненький рулетик. Так. Где шов? Шов должен быть снизу. Вот. Теперь смотри. Складываем двое. Не так. У тебя шов внизу. У тебя это ровно. Вот ты должен. Вот так. Понимаешь? Чтобы была красивая поверхность. Без всяких изъянов. Все. Сложили. Теперь мы берем. Разрезаем. И вот наша плюшка. Вот она. Все. Это одна форма. Так. Сейчас посмотрим, что у него получится. Так. Вот. И вот, когда ты здесь вот этот зажим сделаешь, ты эти можешь вывернуть, просто ты мало разрезал. У тебя получилась вот такая плюшка. Но, если ты ее положишь вот так, будет другая форма. Вот так развернешь, разворачиваешь. Это будет другая форма. Представьте себе, если бы здесь был мак, допустим, да? Вот было бы такое, как сердечко какое-то. Вот. То есть вот. Но это уже не называлось плюшка московская. Просто плюшка, какая хочешь. Вот такие вот. Так. Это у тебя получилось. А теперь я вам покажу, как с крошкой можно сделать другую булочку, которую вы не видели в магазинах. И здесь ее нет. И я об этом знаю. Все. Спасибо передавать другому. Стоять. Вот шпак или он еще. Для чего? Со стола скрепстить. Все подобрать в муку. Все, что угодно. Потому что им это удобно делать. Тряпочкой собирать сухой. Ну, одно. А здесь мы собрали все, что вам мешает нужное. Все. То есть это продолжение вашей руки. И очень удобный инструмент. Так. Сейчас. Который помягче теста. Нет, это большой. Для тебя ближе. Так. Пробу раскатывать. Давай на доске попробуй. А, тебе надо подложить. Стоп. На доске будет ездить. Пожалуйста. Я-то могу ее на столе. Все. Не липнет? Все нормально? Тяжеловато, да, идешь? Мы также раскатываем в овал. У меня вам уже есть. Хорошо. Давай. Я тебе этот уже дам готовый. Иначе мы тебя долго будем ждать. Научиться раскатывать ровно. Так, кто у нас спит. Так. Теперь мы кладем сюда. Вот так, как мы делали. Показывала плюшки. Только уже крошку. Вот мы эту крошку сюда кладем. Она сладкая. Она вкусная. Так что все нормально. И точно так же сворачиваем, как плюшку. Рулетиком. Сворачивай. Только надо прижимать, чтобы не было пустоты. Чтобы воздух выходил. Закручивай до конца руля. Докрутил. А надо, чтобы соединить вот эти вот. Вот эту последнюю вот так вот. Берем. Раз. И проходим, защипываем. А теперь смотрите, какая у нас красота сейчас получится. Я не знаю, защипнуть надо. Вот. Вот. Защипнуть. Тесто хорошо липнет. Не бойся. Пальцами сними прижимай. Ага. Не получается, да? Вот. Смотри. Значит, кашу мало ел. Силы нет. Так. Вот у нас рулетик. Вот он рулетик. А теперь смотри, что я сделаю. Так. Который мой, который двое. Я вот тут соль. Ну ладно. Я делаю вот такие надрезы. Их будет три. Вот они надрезы какие получились. Видно, да? А теперь берем с эту булочку и закручиваем. И у нас будет вот такая булочка. Вы ее сегодня увидите, кстати. Немножко. Не получилось. Ну, пробуй. Надрез делаешь не от начала. А отступаешь. Вот так. Вот так. Может, держишь. Вот. Еще. И еще. Вот. Теперь берем вот так вот. Раз. И выворачиваем. Вот она. Смотри, какая красота получается. Вот такая будет булочка. Называется зигзаг. Похоже на зигзаг. Вот они булочки. Да, поплюй. Все, спасибо. А, ножницы есть у кого-нибудь здесь? Можно ножницы? Девочки, у вас есть ножницы? А какие ножницы? Побольше, поменьше? Поменьше можно. Я тут немножко упустила один момент. Можно попьем ножницы. И делаем вот такие вот штучки. А что будет по коже? Ёжик. Ёжик. У нас будет булочка. Называется ёжик. Я хочу так сделать. Вот. Потом захотите, можно вот так вот глазки сделать. Можно его так сделать. Делаю соника. У нас будет ёжик такой. Это соник в детстве. Вот такая форма булочки. Это соник в реале. Хорошо. Но такую булочку вы точно в магазинах не видели. Это соник. Так. Сейчас ещё вспомню. Может быть, что-то я ещё. А. Я вам единственное не показала. Один вид пирожка. Ну, тоже редко встречается в магазинах. И обычно его делают с творогом. Там, по-моему, нету. А, кстати, есть там с творогом. Видите, да? Нашли картинку? Ватрушку. Не ватрушку. Пирожок. Вот такой где-то, наверное, колочит. Ну, ты видишь. Пирожок. Да. А знаете, как это делать? Я эти пирожки люблю. Вот. Мы сейчас же вот раскатываем. Так. Сейчас мы где-нибудь возьмём. Ну, вот запустим. Это у нас порог. Пирожок. Делаем два масла. И пирожок. И делаем надрезы вот здесь. Вот. Смотрите. Раз. Два. И получилось пуколка. Вот он. Вот он пирожок. И вот он на картинке. Вот здесь будет творог. Здесь будет творог. Здесь будет творог. Единственное. Будет красиво. Вот такой пирожок. Вы его тоже сегодня увидите. Готовый. Я же не могу вас так разметить всем. Это по поводу сегодня. Вот. Попробуем сделать как-то. Да. Сейчас покажу еще один листик и все. Все. Уже наберитесь терпения. Показываю последнюю. Потом покажу красоту. Раскатываем в овал. Просто я как бы сейчас посмотрела, я листик вам не показала один. Вот когда мы раскатали, положили сюда повидло. Повидло положили. Ну, как обычно. Повидло. Вот мы его тут ложим. Только ложим уже немножко вдоль. Вот. У нас должно быть растянуто. Складываем. Вот в такой форме. И делаем надрезы. Вот чуть-чуть по-другому. И уже у вас получился листик. Выборское получилось в виде листика. А если вы еще больше его протянете, то есть подлиннее сделаете, будет другая немножко форма листика. Тоже можно сделать здесь вот эти вот проколы. Можно сделать. Можно вот еще. Ну, не желает-то, потому что спалилла. И тоже потом посыпать. Вот так посыпать здесь. У вас вот любое применение. Уже видели булочки продаются? Или пирожки посыпанные кунжутом. Ну, вид-то уже другой, ведь, правильно? Вот. Поэтому здесь тоже можно все это экспериментировать. Все. За ножницы спасибо. Теперь вопрос к вам. Скажите, пожалуйста. Вам кому-нибудь надо для дома, маме и бабушке, рецепт теста? Я убираю. Это одно и то же? Да. Это все одно и то же. Это рецепт, который проверен и который вы сможете попробовать. Из этого теста сделаны все ароматы. Мы обязательно их разрежем. И чтобы кто захочет, мог попробовать. По целому не получится. Это нормально. Поэтому. Вот этот я вам не показывала. Есть такой пирожок. Он в магазине не продается, естественно. Вот. Но его делить очень сложно, потому что у него двойная начинка. Да, вот ножик. Здесь вот этот, допустим, хорошо. Знаешь, как я его? Вот этот. Да, во-первых. Вот так, чтобы у нас везде швоп оставался на одной стороне. Вот. И получается на три части. Так. Так. Этого не было. Это купол. Это пирожки, кстати. А ни с чем? Здесь мясо и пюре как куплено. Таких не сделаем. Дальше. Машка, как раз то, что я вам говорила. Сейчас я вам покажу, где-то у меня здесь есть. Открылся пирожок. Из-за того, что защита был слабый. Вот видите, он уже даже открывался начал. Потому что, значит, не до конца хорошо зашивано. Так, это с капустой пирожки. Вот эти пирожки. Таких пирожков. Это вот там есть. Пирожок, дружу, дружба. А с чем? А вот надо догадаться, какие продукты молочные могут дружить между собой. Начинка здесь сделана из трех молочных продуктов. Они вкусные? Да. Ну, режь, режь пополам, еще раз пополам. Потому что будет кому-то колючек. Не знаете. Вот этот пирожок, это был фирменный пирожок дружба. Его никто нигде не делали. Здесь творог, сыр и яйцо. И очень хорошо, когда они только еще теплые. И туда маслица можно поднуть. Они очень вкусные. Так, дальше смотрим. Давайте, можно... Сейчас, подожди, как лучше. Так, чтобы попадало все. Вот так можно. На третьей части. Да, можно попробовать. Вот ваша выборская булочка. Вот она, брошка. Да? Я пока сюда уберу. Дальше. Вот он пирожок с творогом. Вот он с творогом. Так, где-то. Я пока на 5-й мешала. Вот этот пирожок классический. Такой начинки никто не делает. Никто, нигде, никогда. Да, вы его не пробовали, будете пробовать первый раз. И называется пирожок загадка. И нужно будет отгадать, что это за начинка, когда вы его попробуете. Так, сейчас мы говорим. Дальше. Вот зигзаг булочка. Видите, да? Вот он зигзаг. Вот булочка зигзаг. Который делали нормально. А вы же видели, с крошкой. С крошкой он делается просто, да. Это булочка. Теперь дальше. Вот она плюшка. Это мини-плюшка. Которую мы делали. Но это мини. Потому что я не могла делать большие. Из-за того, что у меня тесто на все не хватит. Сами понимаете, да? Вот. Дальше. Вот такую булочку вы тоже нигде не ели. Я специально делала то, что вы здесь, в магазинах, не купите. Это булочка с творогой. Вот она. Она очень вкусная, сладкая. Надо пирожки отдельно, а булочки отдельно. А булочки так вот. Булочки вот сюда. Булочки сюда. Так. Так. Это с творога. А мне тут место пытается сказать. Почему нет? Тебя, вот. Тебя. Подожди. А где у тебя еще такие? Уже. А. Уже. 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 У вас там один фокус. Ах ты какой хитрый, а. Ммм. С морковкой. Угу. Ммм. Ммм. Ну как же ладно. Передавайте мне. Ну ваш же печка дома работает. Нет. Пирожок с творогом. Здесь не занимаются какой-то общественной работой. Они без этого не могут сидеть дома, лежать на диване, смотреть телевизор. Они ищут себе дело, то, которое будет им интересно. Не только им. И. Сказали спасибо. Повторили. Спасибо. На здоровье. На здоровье.